Ты моя сестра такая, какие ты хочешь места? А я говорю, мне все равно, просто купи билет. Самые дешевые сейчас стоят 1300 долларов, плюс сбор 347 долларов. Мы стоим снаружи стадиона в Детройте, Мичиган, в надежде достать билеты. Молимся! Сколько стоили билеты? Я не думаю, что хочу говорить. Они были слишком дорогие. Ситуацию с билетами на концерты Тейлор Свифт фанаты сравнивают с голодными играми. Почти все билеты на ее тур The Eros в США, около 2,5 миллионов, раскупили всего за один день, 15 ноября 2022-го. Я сидела на лекции, а моя сестра работала. Я пыталась слушать лекцию и в то же время захожу на сайт с билетами Тикетмастер. Тысячи человек в очереди, 100 человек. И мы смотрим на билеты, и моя сестра такая, какие ты хочешь места? А я говорю, мне все равно, просто купи билеты. И все, мы купили билеты по цене номинала. И я такая, все, они у нас. Рекордный спрос обрушил крупнейший сайт по продаже билетов в США – Тикетмастер. Два из трех с половиной миллионов фанатов, зарегистрированных для участия в предпродаже, не смогли купить билеты. А для широкой публики продажа так и не открылась. Мы ждали в очереди онлайн где-то 45 минут. Мы потратили по 135 долларов за билет, так что у нас все не так плохо, если говорить про цену и время ожидания. Я знаю, что другие ждали несколько часов. Я пыталась купить больше, чем один билет, и в итоге их все распродали. А в другом приложении они были слишком дорогие. Я видела в соцсетях, пишут, что когда начинается концерт, то билеты дешевеют. Поэтому мы с моей мамой будем стоять тут и ждать, пока цены снизятся. Лусия и другие фанаты приехали к стадиону в Детройте, надеясь купить билеты перед концертом. Официальная стоимость билетов от 49 до 449 долларов. Перекупщики продают их за десятки тысяч долларов. Мы ждем, надеясь, что в кассе появятся билеты. Пока билетов нет. Да, на сайте по перепродаже билетов Стабхаб самые дешевые сейчас стоят 1300 долларов, плюс сбор 347 долларов. Я не буду платить столько ни ради кого. Поклонники создают сообщество по перепродаже билетов по себестоимости, чтобы бороться со спекулянтами. Они проверяют подлинность билетов и связывают продавцов с покупателями. Это такая стратегия. Я слежу за разными людьми в соцсетях. В Твиттере есть несколько аккаунтов, владельцы которых пытаются помочь поклонникам получить билеты в те моменты, когда Тикетмастер выкладывает дополнительные партии и сделает так, чтобы они не достались перекупщикам. Но это все равно сложно, потому что людей, которые не смогли купить билеты, очень много. Мы стоим снаружи стадиона в Детройте и Мичиган в надежде достать билеты. Молимся! Спросом на билеты пользуются не только спекулянты, но и мошенники. Очень-очень тяжело достать билеты. Меня обманули. Надеюсь, что я не попадусь снова на удочку мошенникам, которых миллионы. Мы ждем весь день, обновляя Тикетмастер. Вчера тоже. Надеемся получить билеты в кассе. Ты заплатила мошенникам за билет? Да, я заплатила 300 долларов. Прямо перед концертом Тикетмастер без предупреждения выкладывает дополнительные партии билетов по себестоимости. Тысячи фанатов сутками обновляют сайт и выстраиваются в онлайн-очереди. Те, кому не удается достать билеты, слушают концерт из парковок. В США такое называют «тейлгейтинг». Но фанаты предпочитают называть это явление «тейлоргейтинг». Нам только что сказали, что Тикетмастер может выставить больше билетов. Поэтому мы присоединимся к толпе, к наблюдающим, к веселью. И надеемся, что получим билеты. А если нет, будем просто наслаждаться атмосферой. Тейлоргейтинг! Тейлоргейтинг! Тысячи поклонников подпевают свифт с парковок. В некоторых городах полиция запрещает «тейлоргейтинг», чтобы гостям с билетами хватило места для парковки авто. Тур «Тейлорсвифт» может принести экономике США около 5 миллиардов долларов. Помимо билетов, фанаты тратят деньги на перелеты, отели, еду и одежду. Я несколько месяцев искала билеты. Я очень хотела ее порадовать. И в последний момент, на этой неделе, я купила их через коллегу. В среду я забронировала билеты на самолет и сказала ей о поездке в четверг. Это был сюрприз. Я не знала. Я очень хотела билеты, когда открылись в продаже. Но их было тяжело купить из-за очередей. Сколько стоили билеты? Я не думаю, что хочу говорить. Они были слишком дорогие. Оставшиеся без билетов фанаты ищут креативные способы попасть на концерты. Владелец пиццерии из Луизианы сделал необычное предложение тому, кто отдаст ему билеты. Когда мы впервые пытались купить билеты, мы не поняли всего этого фиаско с сайтом Ticketmaster. Мы просто посмотрели и увидели, что билеты очень дорогие и не стали пытаться. Мы осознали, что не сможем их себе позволить. Мы вывесили табличку в пиццерии с надписью о том, что обменяем билеты на год пиццы бесплатно. Про это вышли заметки в СМИ. И к нам пришла женщина и сказала, что хочет обменять билеты. Так что она получила от нас год пиццы взамен на два билета на концерт в Хьюстоне. Я и моя жена – большие фанаты. Мы поехали в Хьюстон из Нового Орлеана, ночевали там в отеле. Это абсолютно стоило того. Ситуацию с билетами на тур и монополию Ticketmaster обсуждали даже в Сенате США. Свифт также раскритиковала сайт. Певица посочувствовала фанатам, которым пришлось, цитата, «сразиться с медведем ради билетов». Она пообещала поклонникам создать больше возможностей попасть на шоу. Недавно Свифт анонсировала даты шоу в Южной Америке, Европе, Азии и Австралии. Билеты раскупают за несколько часов после открытия продаж в каждой стране. В Британии на сайте Ticketmaster возникли сбои, а во Франции из-за аномального спроса компании пришлось приостановить продажи. Только в Сингапуре за тремя стами тысячами билетов в живых и онлайн-очередях стояли миллионы фанатов. Всего в рамках тура Тейлор Свифт даст 131 концерт по 3,5 часа каждый. Но для удовлетворения спроса только в США ей нужно было бы устроить 900 концертов, отмечали в Ticketmaster. Откуда такой ажиотаж? 53% взрослых американцев считают себя фанатами Тейлор Свифт. Певица – обладательница 12 наград Грэмми. Альбом Midnight's побил рекорд по прослушиваниям на Spotify. В день выхода его прослушали почти 185 миллионов раз. Свифт – вторая богатейшая певица в мире, с состоянием 740 миллионов долларов. Миллионы она тратит на благотворительность. Звезда не устраивала туры пять лет. За это время она выпустила четыре новых альбома и перезаписала три старых. То есть за эти пять лет у нее накопилась куча-куча материала, который бил все рекорды и который был супер-супер популярен. И не мудрено, что теперь народ идет посмотреть на это вживую. Плюс с 2018 года, когда был последний тур, роль Тейлора в музыке, она выросла еще сильнее. Она выросла в принципе в американской поп-культуре, потому что раньше, еще давно она была звездой подростков. Потом ее начали чуть серьезнее воспринимать. Но за последние пять лет с альбомами вроде фольклора и Эвермора, да и в принципе других работ, это теперь уже не подростковая звезда, это звезда для всех. Она впервые высказывалась о политике. То есть она теперь не просто музыкальная звезда, она теперь и социальную роль играет. Она неоднократно высказывалась на темы ЛГБТ и прочего. По оценкам The Wall Street Journal, выручка тура Тейлор Свифт может превысить миллиард долларов. В таком случае он станет самым кассовым в истории музыки.